К сожалению, по техническим причинам мы не можем показать все 8 голов, забитых в матче московских локомотивов и торпедов. После столь крупного поражения Юрий Миронов ушел в отставку, но бессмысленно винить в разгроме только тренера. Упреки можно бросить всей команде. Например, Филимонов не только забил мяч в собственные ворота. Иногда он крайне небрежно обращался с мячом вблизи штрафной, а иногда оставлял опекаемых на произвел их счастливой в этот вечер судьбы. Вообще нельзя объяснить поражение с таким крупным счетом, иначе чем элементарной халатностью и отсутствием дисциплины. Именно так можно охарактеризовать выходку Ульянова в нецензурной форме выразившего недоверие действиям судья Хусаинова. Но нельзя сказать, что после этого справедливого удаления торпеда развалилась. По странной ошибке ПФЛ в этот вечер на поле вышла одна команда. Просто удивительно, как она не забила больше. Легко и свободно бежит в атаку Саркис Аганесян. Его никто не атакует. Вот передача Гарину. У того есть время подумать. Аганесян-Харлачев. Гол. В лучших традициях футбола 50-х годов, когда противиться нападающим считалось дурным тоном. И Гарин Гагарин дает. Это его третий мяч в этой игре. А счет уже 7-0. И победную точку ставит Сергей Перепаденко. Рекорд чемпионатов России. Парт определенный есть какой-то. Все равно же. Вот в первом тайме я три не забил, а в втором три забил. Все равно есть. Если пошло уже, то все. Все-таки в этом году у нас много ребят пришло. И я думаю, вот сейчас так они почувствовали связи. Они где-то приперлись друг к другу. Поэтому вот такой результат. Эти торпедовские болельщики стоят у выхода, чтобы освистать нерадивых футболистов. При мне, во всяком случае, на протяжении четырех лет, которые я играл в торпедо, восемь мячей мы не получали никогда.